Здравствуйте друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Давайте в этом видео коротко разберемся в вопросах. Первое. Почему не нужно прогревать двигатель машины зимой? Второе. Как правильно прогревать двигатель зимой? Чтоб ответить на эти спорные вопросы в интернете есть достаточно много материалов и давайте послушаем знатоков. Работой автомобильного двигателя уже давно управляет компьютер, который регулирует подачу топлива и зажигание в зависимости от внешних условий. Но большинство автолюбителей так и не успели перестроиться вслед за прогрессом, допуская ошибки при прогреве двигателя в холодное время года. Большинство автопроизводителей советуют в современных автомобилях не прогревать двигатель длительное время. Например, многие автомобильные компании рекомендуют водителям прогревать автомобиль прямо на ходу, на небольших оборотах. А далее, как только магнатор прогреется до 4 градусов, электроника автоматически переключит спрыск топлива в камеры разгорания двигателя на нормальное его значение. Именно с этого самого момента в машине также начинает снижаться повышенный расход топлива. Давайте попробуем углубиться в этом вопросе. Когда двигатель холодный, тогда бензин испаряется в достаточном меньшем количестве. Соответственно, получается, что при холодном минусовом температуре в моторе топливная смесь может оказаться не совсем подходящей для ее оптимального воспламенения. То есть блок управления знает, какое количество бензина испаряется в нормальную температуру и учитывает это при создании смеси. Но не знает, какое количество испаряется в минусовую температуру, и поэтому в зиму в камеры с короняя попадает больше бензина, чем это положено. В современном двигателе с электронным прыжком топлива имеют различные датчики, которые в зависимости от температуры самого двигателя, а также от температуры на улице, подаются сигналы блоку управления двигателем на дополнительный прыжк топлива в камере с короняя. То есть, по сути, происходит следующее. Если в холодное время года бензин испаряется плохо, то электроника современного автомобиля автоматически подает на холодный двигатель прямо к камере с короняя большее количество топлива, чем это положено. И это будет происходить до тех пор, пока двигатель не нагреется до плюс 4, до 5 градусов. В итоге получается, что во время прогрева на холостом ходу двигателя в камере с короняя попадает больше топлива, чем требуется. Таким образом, по мнению ведущих автомобильных инженеров-специалистов, вся дополнительная порция топлива оседает на стенах цилиндров двигателя и может привести к дальнейшему вымыванию моторного масла. Хочу напомнить нашим автомобилистам, что бензин является прекрасным растворителем. При запуске холодного мотора большое ее количество начинает быстро вымевать саму смазку двигателя с стенок цилиндров. С многими здесь, правда, можно согласиться, что в течение короткого прогрева двигателя на холостом ходу этот процесс вряд ли может сократить ресурс самого двигателя. Но если делать это регулярно и прогревать современный двигатель, как раньше по старинке, то в течение длительного периода времени из-за постоянной нехватки внутри двигателя моторного масла ресурс службы двигателя действительно может существенно сократиться. От нехватки той же смазки в холодном двигателе страдают в первую очередь поршневые кольца и сами стенки цилиндров. Ведь из-за того, что излишний бензин по сути кновену растворяет моторное масло, начинает увеличиваться выработка стенок цилиндров и поршневых калец. Кроме всего, не стоит также забывать, что из-за увеличенной подачи топлива при прогреве двигателя существенно начинает возрастать расход горючего. То есть, если коротко выложить вес в суд, состоит в том, что в прогретом двигателе детали изнашиваются медленнее, и чем скорее мы прогреем ее, тем меньше будет износ, и тем больше прослужит двигатель. А когда двигатель прогревается быстрее? Правильно, когда машина в движении. Вот почему лучше двигатель прогреться в движении, чем на холостых оборотах. Тут, по-моему, все понятно. Конечно, есть и другие мнения, но большинство специалистов склоняются именно к такому подходу. Если возьмем любое руководство современной машины, там про прогрев будет написано примерно такое. Прогрев двигателя на месте не только законодательно запрещен в ряды стран, но и излишен с технической точки зрения. Сокон в многих странах не разрешает стоять в жилых зонах с заведенным мотором свыше 5 минут. Соответственно, и греть дальше 5 минут получается нарушение. Эксперты объясняют, что такие рекомендации и запреты связаны, в первую очередь, с экологией. Дело в том, что прогрев холодного мотора на стоянке увеличивает вредные выбросы. То есть, выходит, что прогрев на месте нецелесообразно. Не только исходя из технической, но и с экологической целесообразности. Как правильно греть современный двигатель? После запуска холодного мотора следует, так ему поработать примерно минуту, чтобы он прогнал масло во внутреннем магистралям ковлевки цилиндров. С началом работы современные моторы программно повышают обороты. Так насос эффективнее прокачивает смазку. Поэтому, слушайте, а также смотрите на тахометр. Как только моторный рокот ослаб, а обороты упали, это сигнал к тому, что автомобиль, в принципе, готов к началу движения. Можно аккуратно трогаться и двигаться первые 10 минут, сильно, не козуя. Иными словами, осуществляем основной прогрев движений, как это и рекомендует современный мануал. Однако, все же лучше, даже если у вас современный автомобиль, дать двигателю поработать после пуска на холостых оборотах примерно 3-5 минут, а не 15-20 минут и полчаса, как это делают многие. Как мы уже заметили выше, российское законодательство разрешает такую 5-минутную прогреву. Ну и в конце видео просто подписаться на канал, нажать на колокольчик, комментируйте видео и пишите о вашем опыте, ваше мнение. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok